приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы уделим внимание покровской родительской субботе поговорим о традициях и народных приметах этого дня напоминает всем что в этом 2021 году покровская родительская суббота выпадает на 9 октября и в этот день все мы православные идем в храм и молимся за души своих умерших родных рассказываем в этом видео что обязательно нужно сделать в этот день и что наоборот делать нельзя поэтому обязательно досмотрите это видео до конца много полезной и важной информации для вас а прямо сейчас подпишитесь на канал эзотерика для тебя ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви гармонии пусть они также знают об этой информации и так покровская родительская суббота это день когда все православные верующие особым образом вспоминают близких которые ушли из жизни и в 2021 году родительскую покровскую субботу мы с вами будем отмечать 9 октября знаете постоянной даты у покровской родительской субботы церковном календаре нет она предшествует празднику покрова пресвятой богородицы который православные отмечают 14 октября дата праздника не меняется а вот родительский день сдвигается каждый год обычно он выпадает на последнюю субботу перед праздником и мы с вам настоятельно рекомендуем именно 9 октября посетить церковь поставить свечи помолиться за упокой вспомнив об усопшем только в добром и светлом свете и постараться в этот день по возможности посетить кладбище покровская родительская суббота это одна из семи родительских суббот в церковном календаре в которой по молитвам церкви умершие могут получить освобождение от загробных наказаний вселенские особо выделяют среди родительских суббот в эти дни совершаются особые богослужения так называемые вселенские панихиды во время которых молитве напоминает вообще всех почивших в году две такие родительские субботы мясопустная ее отмечают за неделю до начала великого поста и троицкая в кону праздника пятидесятницы остальные родительские субботы предназначены для частного поминовения дорогих нашему сердцу людей поэтому по традиции христиане в первую очередь молитве напоминают своих умерших родителей поэтому и называют субботы родительскими покровскую родительскую субботу изначально установили в память о войнах погибших погибших при взятии казани в 1552 году такое решение принял иван грозный в середине шестнадцатого века правда этот день церковь признала только через аж 40 лет указ о ежегодном поминовении павших при взятии казани на покров при святой богородице в 1592 году официально издал патриарх иов со временем покровскую родительскую субботу стали поминать не только воинов но уже и всех усопших в покровскую как и в любую другую родительскую субботу в церквях проводят поминальные литургии панихиды для поддержания памяти умерших и освобождение от грехов совершенных ими когда-то панихиду проводят и в пятницу вечером накануне родительской субботы после храма по традиции люди идут на кладбище приводят в порядок могилы и молятся за упокой души умерших если посетить церковь покровскую родительскую субботу вы не смогли то поставьте свечу за своих усопших и помолитесь за них дома вы можете перед иконами древняя традиция поминать умерших за трапезой имеет и свои определенные правила перед трапезой совершают краткий чин панихиды который может совершить и мирянин затем можно прочитать 90 псалом и молитву отче наш по традиции первым блюдом на поминках подают кучу в регионах иногда называют это колево это такая сладкая каша приготовленная из цельных зерен пшеницы с добавления меда орехов и изюма зерна пшеницы это символ воскрешения а мед это сладости которыми праведники наслаждаются в божьем царстве по церковной традиции кучу во время панихиды освещают особым чином но если такой возможности нет ее нужно окропить святой водой церковный устав не запрещает выпивать спиртные напитки на поминальной трапезе при этом священнослужители советуют поминать усопшего трапезой а спиртным просто запивать но при этом не нужно забывать что все должно быть именно в меру и поминки не нужно превращать в пьянство основные народные приметы которые сохранились за многие столетия связаны и с погодой в народе считали что в покровскую родительскую субботу впервые за год встречается и осень и зима а выпавший в этот день снег является божественным знаком покровом по народным приметам первый снег 9 октября означает что зима начнется ровно через 40 дней а сухая погода в этот день значит зима наступит не скоро если северный ветер по народным приметам сулит холодную зиму а южной теплую по народным приметам зима будет морозная если пчелы начали плотно затеплять леток гроза в этот день это явная примета что зима будет бесснежной теплой и даже короткой по народным приметам зима будет холодной если на еля и соснах осталось еще много шишек обратите внимание 9 октября как плывут облака если облака плывут с юга на север народная примета указывает на приближающиеся ненастья а если севера на юг ток хорошей погоде друзья 9 октября родительская суббота смотрим думаем на ваше усмотрение кто желает пойдите в церковь поставьте свечку возможно сделать и родительскую субботы и у себя дома накройте стол вспомните те кого уже с нами нет мы все вам желаем мира любви гармонии конечно же здоровья берегите себя